Последние два года жизни Сергея Есенина в столице времен НЭПа грозит миру артиллерии на тракторах, демонстрирует товар лицом на сельхозвыставке предшественницы ВДНХ, торгует лифчиками и никуда не торопится. Вся Москва – это пара миллионов человек на извозчиках и алфабитных трамваях. В Садовое кольцо было и ходил один трамвай, буква «Б», мы называли его «Букашка». Сухарева башня – это колхозная площадь называлась. Дальше Красные ворота. А «Бульварное кольцо», там ходил трамвай, а мы этот трамвай называли «Аннушка». Извозчики ломовые, легковые и так далее, никаких машин нет. Москва площадная, сплошь лузгает семечки, много понаехавших из сел и деревень. Улицы заплеваны тыквенными семечками, а большинство людей, с которыми вам приходится общаться, что-то жуют, пытаясь разговаривать с набитым ртом. Москва студенческая, ломится на Есенина и Маяковского. Приехал Маяковский, и вот он, я помню его, огромный, красивый, совершенно стриженный. Как вышел на сцену, он прям подпирал головой потолок. Аплодировали, свистели, как молодежь, студенты, не только театральные, любители поэзии, там, из литературного института. И начали ему задавать какие-то каверзные вопросы. Это я, да-дам, еще студент второго курша. И он моментально, без паузы вообще отвечал, остроумно, под хохот, под аплодисменты всех, вот так. А потом читал статьи, и ой! Маяковский и Есенин – вечные соперники и при жизни, и после смерти. В 26-м году живой Маяковский полемизирует с мертвым Есениным. В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней. Нет, Есенин, это не насмешка. В горле горе комом, не смешок. Вижу, взрезанной рукой помешков собственных костей качаете мешок. Почему? Зачем? Недоуменье смяло. Критики бормочут. Этому вина то да сё, а главное, что смычки мало. В результате много пива и вина. Дескать, заменить бы вам, боему, классом. Класс влиял на вас, и было б не до драк. Ну а класс-то, жажда заливает квасом, класс он тоже выпить не дурак. Это читает близкий друг Маяковского, поэт Николай Асеев. Даже в посмертном стихотворении «Оссенизатор и водовоз» отказывает хулигану-крестьянину в главном достоинстве. Он не мастер подмастерья. Намекая, очевидно, что мастер должен быть один. У народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга подмастерья. Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней. Через четыре года певец революции выстрелил себе в сердце. Сделать жизнь в стране Советов оказалось значительно трудней, чем он предполагал. А вот и Асеев друг у друга. Ваше имя в платочке растоплено. Ваше слово слюняет собина. И выводит под березкой дохлой. Ни слова, о, друг мой, не вздоха. Из агентурной сводки начальнику секретного отдела ГПУ Якову Агранову. Шутники острят, клопы заели, и баня не спасла. Говорят, налог был 22 тысячи. Налог сыграл роль косвенного душителя, ускорившего конец. Из донесений ему же о похоронах поэта. Похороны носили определенно казенный характер и были несравнимы с теплыми похоронами Есенина. Во время происшедшей толчаи многим гражданам была разорвана одежда, оторваны пуговицы, подметки. Винили милицию, что последние не в силах задержать массу. Среди публики наблюдались следующие разговоры. Маяковский застрелился из-за бабы. Покончил с собой, заразившись венерической болезнью. В 25-м году поэт действительно проверяет кровь на реакцию Вассермана. Тогда результат отрицательный. А вот что касается реакции современников-журналистов на самоубийство двух классиков, тут Есенин с Маяковским – близнецы-братья. Когда литератор Виктор Мануйлов с вестью о смерти Есенина прибежал в газету «Труд», там его огорошили, ну, повесился, давно пора. И посоветовали не мешать работать. На выстрел Маяковского отреагировали так же. Правда, уже в известиях. Вот он как раз в редакции, штатный сотрудник. Кто-то вошел и сказал, вы слышали, Маяковский застрелился. И тот, который вел это заседание, заместитель редактора, сказал, Маяковский застрелился. Наверное, был пьяный. Внук фотографа Напильбаума Эрик Напильбаум хорошо помнит, как много лет назад у его тетки собрались писатели, близко знавшие и Есенина, и Маяковского. И речь как раз зашла о смерти двух гениев. Зашел разговор сразу о двух самоубийствах. Маяковского и Есенина, да. И весь тон разговора, в общем, сводился к тому, что только люди, которые не знали достаточно хорошо, могли удивляться этим самоубийством. Что на самом деле про Маяковского было понятно, что он просто на границе этого. И про Есенина это было понятно, и так далее, и так далее. То есть, что вот в ближнем кругу это не удивило никого. Мне так странно, что мы отказываем вот таким сильным личностям, да, в решении вопроса жизни и смерти. И если человек покончил с собой, мы вдруг стали искать, что кто-то обязательно их должен убить. Перегорели они, что Маяковский, что Есенин. Есенин. Есенин образца второй половины 23-го года, мэтр в заграничном костюме и пьяница с трясущимися руками. По воспоминаниям современников, руки так дрожат, что иногда подолгу не может открыть пачку папирос. На вокзале Миклашевская с трудом удержалась, чтобы не устроить головомойку собутыльнику Есенина по поэтическому цеху Сергею Клычкову. Помню, как мы шли за гробом. И вдруг за своей спиной я услышала голос Клычкова. Ты видел его после больницы? Нет. А я встретила его на вокзале, когда он ехал в Питер. Ох, и здорово мы выпили. Мне захотелось ударить его. Дед интуитивно не поверил в самоубийство Есенина. Дело не в интуиции Клычкова. Он последний, кто благословлял Есенина в питерскую путь-дорожку и вел с ним задушевные пьяные разговоры. О чем? Сразу после трагедии его осенило. Вдруг Сергун решил разыграть суицид. Как это делал не раз, но не смог вылезти из петли, перебрав со спиртным. Он считал, что это неудавшийся розыгрыш, который окончился трагедией. С Эрлихом они договорились сценировать вот это самоубийство. И Есенин ждал возвращения Эрлиха. И, услышав шаги по коридору, решил сценировать самоубийство. Но это оказался не Эрлих, а какой-то посторонний человек, который прошел по коридору в соседний номер гостиницы, где жил Сергей Есенин. Молодого поэта Вольфа Эрлиха, вот он, в ногах у Есенина, поклонники кровавой версии обвиняют в пособничестве убийцам. И в номер несколько раз возвращался, и следил за Сергеем, и стоял на стреме у чекистов. И в воспоминаниях загадочно зловещий написал, пусть он простит мне наибольшую мою вину перед ним, ту, которую он не знал, а я знаю. Вообще фраза-то очень интересная. Хотелось бы знать, что за ней кроется. Ульяновск. Родина Эрлиха. Здесь, вот в Симбирской мужской гимназии, учился Вольф Эрлих. Ларисе Ершовой довелось по душам общаться с родной сестрой поэта Миррой. На ее глазах разыгрывалась трагедия. Она, как говорят, была очень страшной. Ее невольной участницей она, похоже, стала вместе со своей матерью. 27 декабря 25-го года, первый день после Рождества. Мира и Анна Моисеевна ждут возвращения Вольфа из беспокойных гостей. Он отправился в Англитер к Есенину. Сильно переживают, не спят до утра. Они боялись за Вольфа, потому что уж слишком большое влияние Есенин на него имел. Они боялись, может быть, и Вольф так же запьет, как он. Или он будет таким же, как он. Потому что с точки зрения матери, да, ну, это не лучшее знакомство. Не лучшее знакомство. Ершова лучше всего передает интонации сестры Эрлиха. В декабре 25-го Есенин был похож на черного человека. Причем в прямом смысле слова. Она как вот по девичьей. Вот это все. Ой, он такой был страшный. Вот эти черные зубы, ссохшаяся рука. Такой безумный взгляд. Ссохшаяся рука – результат пьяного прыжка с извозчика зимой 24-го. Слетела шляпа, поэт соскочил поднимать ее, на льду упал, расколотив рукой стекло обувной мастерской. Порезался страшно. Травму Есенин получил где-то недалеко от дома Гали Бениславской. Но где – исследователи не знали. И вот мы, похоже, нашли это место в Брюсовом переулке. Здравствуйте. Мастерскую держат и сирийцы. В 20-е годы в Москве это был их бизнес. Сколько она существует? Эта мастерская именно здесь, по этому адресу. Ну, насколько мы знаем, лет 40-50 точно. То есть те родственники здесь работали. Лет 15 назад жил дед один старый, проходил мимо, как-то постоянно здоровался. И как-то подошел ко мне и сказал, а ты знаешь, сынок, что в этой мастерской самого Есенина обучали ремеслу? Сапожным? Да, сапожным ремеслом. Из современной Москвы вернемся в Москву 25-го года. Еще один любопытный факт. Оказывается, Есенин, просивший Вольфа найти ему 2-3 комнаты, в последний момент решил переиграть. И захотел остановиться у Верлихова дома. И вот Миросевна говорит, что мы так испугались, что он остановится у нас. Когда автор черного человека прибывает в Питер, Эрлиха нигде нет. Может, стыдно, что должен идти на поводу у семьи, не желающий видеть у себя реального черного человека. Гость в итоге селится в Англитере. Здесь же и вручает Эрлиху прощальное письмо. Прилюдно, напоказ. Строчки «До свидания, друг мой, до свидания» как элемент игры, да и отданы не по адресу. Строго говоря, Эрлих Есенину приятель, но не друг. Не «Милый мой, ты у меня в груди». Знакомым меньше двух лет. Явно театральный жест. Очень похоже на версию поэта Клычкова о нелепой инсценировке. Когда Клычков узнал о самоубийстве, он по горячим следам поехал в Питер. Дед ваш. Мой дед. Поехал в Питер, нашел человека, который как раз в эти три часа ночи проходил мимо номера. Сергей Есенин вошел к себе в номер. И он нашел этого человека, разговаривал с ним. И он считал, что просто вот эта досадная такая ошибка произошла. Что Сергей Есенин принял шаги постороннего человека, а думал, что это идет Эрлих. Итак, Эрлих вечером 27 декабря у Есенина посидел, ушел, затем вернулся, забыл портфель. Есенин принял его. Несколько минут болтали, пишет Лукницкий. О чем болтали и был ли должен Эрлих явиться из ночных костей к Есенину еще раз в условленный час, чтобы красиво спасти его? Но засиделся на вечеринке у зятя Напильбаума, литератора Фромана, и не сделал этого. Не на сей ли счет раскаяния за наибольшую вину, которую он не знал, а я знаю. 28 декабря. Раннее утро. Эрлиха на пороге встречает сестра. Она открыла дверь ему, и Вольф Эрлих сказал, что, подожди, Мир, у меня в кармане лежит бумажка, записка от Есенина. Он мне не разрешил читать написанное там в гостинице. Сказал, что придешь, когда домой, тогда и прочитаешь. И он вынул эту бумажку. Это были стихи, до свидания, друг мой, до свидания. И когда он пробежал эту бумажечку глазами, он закричал, Мирка, он же кровью написал. Побежали туда. И вот они выбежали. Миросифовна говорит, что мы не могли поймать извозчика. Мы бежали, задыхаясь. Темно было. Извозчиков-то поэтому не было. Вот что за время суток было. И они добежали до Англитера, а швейцар их не пускают. Сергей Александрович просили меня успокоиться. Она не сказала, что она там была в номере, что она видела. Я думаю, что ее, как молоденькую девушку, оставили в фоэй. По-моему, в середине понятых-то не было. Но она была в Англитере в этом время. Да, да. Какой у него ад в душе был. У нас всегда не хватает ни времени, ни душевных сил, чтобы вот с человеком прижать его к себе, вот, выразно говоря, не отпускать. До тех пор, пока он меня окрепнет. А у всех свои дела. Это так понятно. Но мне так его вот именно жалко. Ночь на воскресенье, 27 декабря 25-го года. Сутки до смерти. Гостиница «Англитер» спит. Есенин пытается бороться с приступом одиночества. В голове бродят строчки. Садится за стол. Достает блокнот и бритву. Делает надрезы. Режет неглубоко и на левой руке. Он ведь правша. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей. Пишет спичкой или заточенной палочкой, установили эксперты-графологи. По их мнению, поэт выпивший и сильно возбужден. Стих получается коротким. Две средние капли крови, как и жизнь. 30 лет. Утром, за полсуток до смерти, Есенин демонстрирует надрезы зашедшему в гости Эрлиху и соседям по гостинице. Литератору-собутыльнику Устинову с супругой. Мол, посетила муза, а чернил в номере нет. Вот вскрылся. Дальше у Есенина дневной тяжелый сон за закрытыми шторами. И вечером последний ужин в компании друзей. Он ест рождественского гуся, пьет пиво, вспоминает сына Костю, объясняет всем, что бывшая жена Райх нагуляла его на стороне и читает черного человека. Настроение у поэта подавленное. Поздний вечер. Кости разошлись, Есенин боится оставаться в номере. Снова страх одиночества. Говорят, долго сидит в кресле в вестибюле, о чем-то думает. Дает деньги коридорному, тот приносит шесть бутылок пива. Поэт выпивает три бутылки. Для него это уже много. Закрывается на ключ. Вот он встал на стол, на стол, сбросил канделябр. Вот эта тумба стояла еще вертикально, встал на тумбу. И имея рост около 168-170 сантиметров, он практически до потолка мог дотянуться. Он успевает захватиться, ну и все. Тут раз, два, это буквально две с половиной секунды, и человек теряет сознание после сдавления. Если верить мемуаристам, последний, с кем, вероятно, общается Есенин, Жорж Устинов. В нашем распоряжении показания сотрудника «Красной газеты». Сергей Есенин часто в разговоре с поэтами, с дедом говорил о том, что вот интересно было бы, когда я умру, что в некрологах обо мне напишут. И тогда-то мы узнаем, кто друг настоящий, а кто враг. На этом снимке в центре похоронной процессии настоящий друг Сергея Клычкова. Мрачный и растерянный. Затея умереть понарошку, очевидно обсуждавшаяся нетрезвыми поэтами, на вокзале в Москве, закончилась смертью реальной в Ленинграде. Еще во времена «Оттепели» версию Клычкова озвучил на встрече с архивистами легендарный редактор «Известий» 20-х годов, автор термина «Соцреализм» Иван Громский. Они задумали разыграть небольшую историю, чтобы о них заговорили. Есенин написал письмо Эрлиху. Он ведь не вешался на крюке или еще на чем-нибудь. Он привязал веревку к батарее. А Эрлих пришел только на следующий день. Причина гибели Есенина, считал Громский, в пьянстве. Пил и крепко пил. Я мог бы рассказать о нем больше, чем любой человек. Я знал его хорошо. Какие страсти кипели вокруг Сергея. Обливали грязью его. А сейчас памятник оставим. Символично гроб с покойником несут мимо рекламы «Азвин» – азербайджанского вина. Вот, стоп-катр, пожалуйста. Убийца-алкоголь на похоронах жертвы. ПЕСНЯ 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 За кулисами спорят журналисты о гоньках, кто первый из них достоин стоять в почетном карауле. Все, 31 декабря, последний путь. На дворе плюс пять, с крышки чет, под ногами слякоть. Зима льет слезы по своему лучшему певцу. А в это же самое время делегаты 14-го съезда партии на последнем своем заседании с увлечением смотрят новую фильму. Премьера. Как сказали бы сейчас, закрытый показ. Член похоронной комиссии Анна Берзинь, шедшая в толпе рядом с матерью Есенина, с репортерской точностью рисует ее портрет. Гроб был закрыт. Мы пошли за гробом. Под руку со мной шла мать Сергея. Волновалась очень, что кто-то шарит у нее в кармане. И как ни странно, совершенно не плакала. То есть никак не выражала свои эмоции. Говоря об отношениях Сергея и Татьяны Федоровны, ТФ, как иногда сын, называл мать в письмах, все сразу вспоминают письмо к матери. О маме он написал «Ты еще жива моя старушка». Великое стихотворение, вискотставшие песни. Но письмо к матери на самом деле письмо к бабке Натальи Титовой. Ей поэт обещает воротиться в низенький наш дом. Она выходит на дорогу в старомодном ветком шушуне встречать внука. А для ее бабушки Натальи Зиновьевой Сергей Есенин персонально читал письмо к матери. Только что написал его. Девушка опоздала к началу вечера и пропустила премьеру. После паузы он сказал, я повторяю стихотворение «Письмо к матери» и читаю его специально для Наташи. Она говорит, что я просто так была смущена. Я прижалась к стенке, я боялась просто разрыдаться. Ожидаться, да. Вот от того, что Есенин обратил на нее внимание. Конечно, письмо к матери ее тоже задело, потому что это такое стихотворение, которое не может оставить равнодушным человека. Есенинская Арина Родионовна. Отношения у сына и ТФ сложены с детства. Тут есть одна тайна. Есенина воспитывали дед и бабка. Мать в это время ушла из семьи, ушла в Рязань. Там набожная Татьяна Федоровна нажила в небрачного сына. О сводном брате Сергей Есенин узнал только в 21 год. Так скрывали. Когда узнал, встал на сторону отца. Двойное предательство не простил до конца жизни. Мать ездила в Москву вовсе не ко мне, а к своему сыну. Теперь я понял, куда ушли эти злосчастные 3000 рублей. Деньги тебе задержались не по моей вине. Катька обманула Соню и меня. Она получила деньги и сказала, что послала их. Пусть она идет к черту хоть в шоколаднице. Ведь при всех возможностях никуда не попала. И научилась только благодаря ТФ выжимать меня. Это из письма 925 года отцу. Мать Есенин называет словно чужого человека. Сестру Катю обвиняет в присвоении денег. Поэт закипал всякий раз, когда понимал, семейство доит его, как рязанскую корову. Фамильная черта. Весь ни коровы, ни лошадь, ни отел, чтобы меня из стойлова водили. Подарки нам привезет оттуда, из-за границы. Так было хорошо, весело. И соседи всех угостить венцом. Стариков соберет угостить. Все было хорошо. Нежность и особый интерес к чужим старикам это у Есенина, вероятно, и с детства. Попытка восполнить недостаток любви и душевной теплоты. Какой-нибудь старуху где-нибудь поймает, приведет, посудит, угостит ее. Послушай, что она будет говорить за прошлое время. Ему было интересно. Прошлое время. Знаменитый снимок, вошедший во все подарочные наборы открыток о Есенине. Мать в гостях у сына. Сын у самовара читает ей только что сочиненную Анну Снегину. Домашняя идиллия. На самом деле, от глянца до правды жизни полшага. Именно об этом приезде Татьяны Федоровны Сергей пишет отцу полное обиды письмо, которое так и не решится отправить. Я все понял. Передай ей, что больше нога ее в Москве не была. А на свадьбе двоюродного брата Есенин и вовсе пытается ударить мать. Об этом в 26-м году вспоминает первый биограф поэта Атюнин. Рукопись так до сих пор и не дошла до массового читателя. Во время приезда в деревню он все время пил, буянил и скандалил. Бил окна, старался избить мать. Односельчане избегали его. И вечерами пьяный Сергей ходил один по саду, распевая нецензурные песни. На вопрос бабки «Сережа, зачем ты много пьешь?» Говорил «Я смерти ищу». Москва, Ваганьковское кладбище, 955-й год. Похороны матери Есенина. Татьяна Федоровна пережила Сережу почти на 30 лет. У гроба, среди родни, внуки ТФ, два изгоя. Костя от Зинаиды Райх, тот самый, которого поэт не считал своим. И Саша от Надежды Вольпин. От него всю жизнь открещивалась покойная. Здесь ему 31. Чуть старше отца и за плечами тоже уже психбольница. Говорят, был в молодости сильно похож на Сергея Александровича. Ну вот, все обиды кончились. Теперь матери и сыну лежать вместе. Как известно, Есенин почти всегда выбирал женщин старше себя. Вот какой-то инстинкт его тянул к женщинам, не к девочкам, а именно к женщинам, в судьбе которых и в отношении к нему он искал материнское чувство. Получается, и всех он их лупил. Сводил счеты с мамой. Ну что такое лупил? Ну, бил. Он их всех любил, между прочим. На похоронах нет двух близких женщин. Дункан, она в Ницце, и Бенеславской. Она лечит нервы в Тверской деревне. Дункан, узнав о самоубийстве, откровенничает. Меня часто соблазняет мысль последовать его примеру, только я уйду в море. И вскоре действительно пытается утопиться, но ее спасают. Айсидора танцевала хорошо? Очень. Замечательно. А вот говорят, что она немножко была толстовата уже. Толстовата? Да. Ну, это не замечалось. Может быть, у кого-то замечалось. Нами, наверное, прощалось. Она последняя ученица Айсидоры Дункан. Танцевали. И пели. Тот же интернационал. Она последняя, кто помнит живого Сергея Есенина. Он был добрый человек, ненавязчивый. На этой фотографии Елене Федоровской 10 лет. Она занималась тогда в студии Айсидоры и жила в особняке на Пречистинке. Жила огромная комната. Была с террасой огромной. Все помнила хорошо. А сейчас совсем отшипает память. Это столовая в Голодной Москве. Тогда это роскошь. Айсидора Дункан и Есенин. У них была другая столовая. А мама ваша есть здесь? Да, мамочка вот сидит. Вот она крестиком себя пометила. Съемка, конечно, фото нечеткое. Мать Натальи Бойе, как и Елена Федоровская, была ученицей Дункан. Федоровская, Бойе. Солисты студии Айсидоры и Дункан. Вот, пожалуйста, на фотографии они здесь лежат. Все рядышком. Это наполеоновский зал. Спальня девочек. 22-й год. В этой спальне у них висел громадный портрет во всю стенку. Картина. Не портрет, а картина, где был изображен Наполеон на белом коне со своими генералами-маршалами. Валя Бойе засыпала и просыпалась, как в сказке. Голубые обои со серебряными звездами. На потолке лепка потрясающая была. Как мама говорит, лежишь на спине, смотришь на потолок и воображаешь, что там, как и чего, какая красота. Вот он, легендарный особняк. Наталья Бойе сейчас впервые в жизни побывает здесь. Впадет в детство. В детство своей матери. В особняке теперь одно из управлений МИДА. С работниками этого ведомства в конце жизни так не ладил Сергей Есенин. Узнаете? Да, да. С фотографии лестницы? Да, да, да. А там вот группа была. И в середине Ирма. И там малышня сидела, группа. Дочери Бойе и Федоровской на том самом месте почти 90 лет спустя. Ой, как это волнительно. По лестнице поднимаешься, большой холл. Вот, холл, конечно. Ах! Мне сейчас нехорошо будет. Она почти уверена, где сейчас зал для переговоров раньше был танцкласс. Музыка. Музыка. Наши мамы танцевали. Ой, я не могу. Музыка. Эти все лестницы, они живы. Эти стены живы. Музыка. Музыка. По вашим ощущениям, что здесь было? Вот что могло быть по рассказам мамы? Я думаю, что это комната Асидора Дункан. Музыка. Открывали дверку и подглядывали. Что там делает Асидора? Вот она в этой комнате сидела и вот в тоске. Музыка. Музыка. На этом зеркале губной помадой, допустим, Асидора Дункан что-то писала Есенина. Ну, допустим, слово love, там, я тебя люблю, он там, я тебя нет, поскольку у них были сложные взаимоотношения. Я люблю тебя, Седж. В 22-м году у Дункан с Есениным самый романтический период. Елена Федоровская хорошо помнит влюбленного поэта. Мы ложились когда спать, он открывал дверь и говорил, покойной ночи, желаю хорошего сна моей любимой. А ему нравилась очень Шура. Аксенова Шура? Аксенова Шура. Студейка Шура Аксенова, видимо, напоминала Есенину его сестру, тоже Шуру, по которой поэт скучал и который потом перевез к себе в Москву. Ну, ему нравилось, наверное, в танце. А он смотрел, когда вы танцуете? Смотрел иногда. Под впечатлением от стихов Есенина юная танцовщица Лена Федоровская начала тоже писать стихи. Запомнилось, как мы стояли у окна и смотрели на толпу людей, которая шла по Пречистинке, когда хоронили Ленину. Я даже стихи сочиню. Прочитайте. Недельник утром умер, божь с великих под Москвой. И теперь его не может заменить никто другой. Есенин на смерть Ленина пишет поэму «Гуляй, поле». У гроба вождя они с Дункан стоят несколько часов, но порознь. Дункан мерзнет в гигантской очереди, ее спутник даже отморозил уши. Есенину сделали спецпропуск от газеты «Правда». По нему он провел с собой в колонный зал сестру Катю. Есенину не читали стихи? Он сам читал в газете. Газета же в стенах висела. Девочек наполовину Есенина и Дункан не пускали. Мать Натальи Бойе любила подсматривать за взрослыми. Детское любопытство. Приоткрыта была дверь. И мама видела, как Асидора Дункан сидит в своем кресле. И она печальная такая сидит, потому что долго давно не было. Есенин давно не появлялся. И потом появился Есенин. Правда, он немножко так это неровно шел. И она прямо сразу преобразилась. И мама убежала. Тогда уже было очевидно, дуэт поэта и босоножки выплясывал финальный па. Мама рассказывала, что Асидора его как-то засекла, зашла в комнату и увидела, что он из ее сундука, типа, где ее платья концертные были. И он там что-то копается, достает какие-то платья. Кому-то он, наверное, хотел их подарить, но она не возразила. Она не могла ему ни в чем отказать. Она его любила же. Вы знаете, у меня осталось о нем в школе. Хорошая и очень память. Был он изященный, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силой. И какую-то женщину в 40 с лишним лет называл скверной девочкой, своею милой. Называл скверной девочкой, своею милой. Еще одну милую, милую Галю, как называл Есенин, верную подругу Бениславскую, забывают вовремя предупредить о похоронах. Она приезжает поздно вечером, когда любимый уже в земле. Рвется провести ночь на кладбище, подговаривает к этому даже сестер-поэта, но Анна Берзинь прячет ключ. Ну, экзальтированный, конечно, человек, но она просто большой любящий человек. В буквальном смысле, не отдавший жизнь за другие свои. После смерти Есенина, когда жены делили его кальсоны, она была единственной, кто думал о том, стоит ли жить дальше. Прежде чем Бениславская застрелится в декабре 26-го на Ваганьковском кладбище, она год будет разгребать есенинские дела, возвращать долги, готовить архив, дописывать дневник о Сероже. Особенно горькие откровения о жизни без Есенина и его женитьбе на внучке Толстого. Думала, для него есть вещи ценнее ночлега, вина и гонорара. Как много он выиграл бы, если бы эту славу завоевывал бы только талантом, а не этими способами. Ведь он такая же блядь, как француженки, отдающиеся молочнику, дворнику и прочим. Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии квартиры – это не фунт из ума. Самый известный и самый неизвестный поэт. Всегда лояльный к власти и всегда с фигой в кармане. Вот финал хрестоматийного стихотворения 24-го года «Русь советская». Я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь». Так читали мы его в школе, не сильно вникая в премудрость хитрых строк. Главное слово здесь не «Русь», а слово «кратким». Я буду воспевать шестую часть земли с названием «Кратким». «Русь». Никакая не «Русь советская». 1924 год. Пушкину 125 лет. Маленький человек у памятника Сергей Есенин кладет цветы и нахально сравнивает себя с классиком. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. А это уже поклонники стоят и говорят самим Есениным его стихами. Вернее, пытаются говорить. Поют агитки бедного Демьяна, веселым криком оглашая долг. Вот так страна, какого ж я рожна, орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна. Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. Пока для них смысл стихов русского классика – эфиопские сказки. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шеи ноги маячить больше не ввочь. Запоздалая есенинская бабье лето смеется и под гитарку рассылает на воротники и шляпки слушателей трогательных парашютистов. Почти волшебство у памятника Есенину, автор памятника Есенину. Скульптор Анатолий Бичуков в старомодном берете и пальто, как будто из тех времен забрел. Повесился поэт или повесили, не знает вечная тайна, такая же, как его стихи. Не такой ужа горький я, на бойца. Когда-нибудь эта тайна, наконец, будет уже раскрыта? Никогда. Но это и есть тайна. Да, по-моему, никакой тайны изначально не было. И тем более в 1925 году. Люди, которые присутствовали при похоронах, стояли около открытого гроба. Ни у кого никаких абсолютно, понимаете, ни сомнений, ни тени сомнений не возникло. Все смотрели в упор на этот ожог на лбу, понимали, что это ожог. Многие, значит, оппоненты говорят, что не мог он на вертикальной трубе парового отопления повеситься, потому что веревка, дескать, она бы вот там вот под весом тела сползла бы. Так, в руках у меня веревка с приспособлением, который я придумал, чтобы сомитировать вот это повешение есенинское. Веревка используется примерно того же самого диаметра, который использовал Есенин. Витая тоже из натурального материала. Холопчатая бумажная. Веревку будем закреплять на вертикальной трубе под самым потолком, но это неважно. Главное, чтобы мне можно было оторвать ноги, и я мог приложить полностью свой вес. Диаметр трубы 35 миллиметров. Сколько витков было наложено веревки на трубу, мы, конечно, не знаем. Вот, мы сделаем парочку витков и затягиваем на узел. Ну что, вешается? Да, сейчас ухвачусь. Сколько у вас килограммов? Около 82. А у Есенина было где-то 70. Ну, вес Есенина был меньше, конечно, чем у меня. То есть мы приложили заведомо большую нагрузку к веревке. И видим, что закрепленный узел на трубе при нагрузке не сползает. Я единственное возражал бы против эксгумации, потому что, ну, не нужно покойников тревожить. Но если бы такая эксгумация состоялась, и я готов положить, понимаете, сколько у меня есть наличных, ну, допустим, 100 тысяч против одной копейки. Вот если окажется, что у меня здесь вдавление на лбу, и что здесь действительно это был удар канделябром, я отдаю 100 тысяч. А если там окажется, что кость не повреждена, пусть мне копейку за это заплатят. Да наушно иду, нечетный, головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ бездивственную осень мне нравится с бочом, как обещать. Мне нравится, когда каменьки брани летят в меня, как рад, сныкающих разы. Я только крепче жму тогда руками моих волос, качнувшихся пудру.